Ну что, ребят, всем привет! Сегодня покажу вам интересный момент, то что вот у нас 16 августа началось падение, да, ликвидация. Но самое интересное не в этом, сейчас покажу, соответственно, у нас ничего особо не происходило. И вот, соответственно, 17-го числа, 16-го числа по чуть-чуть начали ликвидировать, ну и 17-го числа был массовый объем 1 миллиард ликвидации, то есть там на 855 миллионов лангов и где-то там на 150 лямов шартов, получается, да, у нас примерно, нет, даже шартов на 200 миллионов, получается, где-то на 1,1 миллиард у нас вышла примерно ликвидация. Так вот, самое интересное, что у нас аналитик Ван Депо, Михаэль, да, говорит, что коррекция биткоина подходит к концу, это он говорит сегодня. А знаете, что он говорил 16-го числа, вот здесь вот, когда у нас только началось падение, он говорит, что следующий этап для биткоина 12 или даже 5000, ребята. Ну, как бы, я, опять же-таки, придерживаюсь своего сценария, что идеальный был бы сценарий, опять же-таки, никто не знает 100%, чтобы мы сходили ниже десятки, закрыть там, во-первых, гэп, и, во-вторых, чтобы люди обосрали штаны, да, то есть сходить на 11200 и 9700, то есть ниже десятки, никто не ждал, блядь, даже когда мы упали на 15, многие ждали, даже если ждали, они там ждали 13, 12, там 10, блядь, но ниже десятки не ждал никто, там ждал, может быть, я не знаю, 0,1% людей, если не меньше, поэтому это был я и, может быть, еще там пару человек на ютубе. Остальные никто абсолютно не ждал, все ждали, что бычий рынок, дно пройдено, там и так далее, ниже мы не пойдем, ждите свои, там, 12, 10, там и так далее. Ну, то есть, опять же-таки, я ждал 9000, там, 8, может, даже, вот, но большинство говорили, что, типа, ты ждешь 10, не дождешься. Ну, во-первых, еще, скажем так, еще не вечер, да, это первое, вот. Ну, а второе, соответственно, нужно иметь в виду, что, как минимум, мы можем вернуться хотя бы на те же, там, 20-15 тысяч, это более чем реально, если сейчас подвезут какой-нибудь флэш-крэш, какую-то внезапную, там, новость, черный лебедь и так далее, я думаю, всем понятно. Так вот, самое интересное, что он говорил об этом, что коррекция биткоина подходит к концу, он говорит, сейчас, и достигли ли дна в результате коррекции, или мы ожидаем падения до 20 тысяч долларов. Ну, и давайте посмотрим, он говорит, что параллель провел с циклом, конечно же, бычьего рынка 14-18-х годов, да, претерпел глубокую коррекцию, ну, и, соответственно, обращая внимание на конкретное крипталютное пространство, упомянул, что продолжающийся конфликт, конечно же, у нас все, как и скейл, хотя всем абсолютно, я думаю, без разницы на него, потенциальный запуск спотового ETF-а и фьючерсы на эфир. В конечном итоге выразил оптимизм по поводу продолжающейся коррекции, предположив, что шансы на ее завершение значительны. И он склонялся к более позитивному прогнозу, учитывая резкий сдвиг настроения. К более позитивному прогнозу, ну, блядь, говорил, что, типа, по сути, с тех пор, как биткоин упал на пару сотен долларов, финальной отметкой будут 12 тысяч долларов, а может даже и 5. Ну, как бы, забавно это все было слышать, то есть, опять же-таки, в прошлом прогнозировал дальнейшее поведение главной крипты, расстроил держателей биткоина. И паники не наблюдаются, но, в принципе, заговорили о реальной просадке до такого уровня и даже ниже, вплоть до 5000 долларов. Но 5000, я думаю, вряд ли дадут, это очень маловероятно, но, в принципе, увидеть хотя бы тысяч по 12, по 10, а может даже по 9, это более чем реально. Поэтому, как минимум, все перебываются на ходу, как только у нас тут готовится, видимо, какой-то подъемчик, да, либо уже все это выкупают, тогда у нас говорят, что, типа, ребята, бычка, может быть, разыграться такая двойная игра, что, типа, сейчас засадят еще больше, потом просадят, да, что, типа, коррекция закончилась, а потом, бэм, еще дальнейшая коррекция, там, тысяч на 20, как минимум, да, а то и на 15, может даже ниже, да, к примеру. Вот, может быть, такой сценой, может быть, сценой, что, соответственно, все, это действительно уже подготавливает почву к росту и, соответственно, чтобы люди начинали скупать, чтобы не было сильного падения и будет продолжение там с перехаем вот этим локальным, вот, чтобы там 35 тысяч достичь и так далее. Вот, поэтому, ну, если паттерн у нас повторится, выходит у нас новое, что к концу 23-го года биткоин достигнет 50 тысяч долларов, это у нас вчера выходит новость, ну, то есть, уже бычьи настрои постепенно у нас продвигаются, вот, и, по мнению аналитика, модель указывает на три предыдущих случаях. Это, конечно же, что, типа, вот у нас произошел 20-й год, как мы видим, то же самое было в 15-м году, хотя тут ни хера не то же самое, и, в принципе, вот у нас был дам вот здесь. Хотя, можно сказать, что вот здесь такая же ситуация была, еще это то же самое, ну, как бы, не знаю, как-то немножко фрактальчик, немножко корявенький. И, по моему мнению, к декабрю может достичь уровня Fibonacci 50 тысяч долларов, это вполне реально, я считаю, но, опять же таки, перехаря я в этом году не жду, скорее всего, 25-й год. В ближайшем будущем, говорит, что может установить новый максимум, конечно же, халвинг и потенциальное одобрение спотового биткоина ETF, ну, кто-то говорит, что, типа, до халвинга может быть рост, а, ребята, все может быть, может произойти все, что угодно, опять же таки, поэтому лучше часть держать в крипте, часть держать в стейблах. Но в стейблах я все равно рекомендую как минимум 20%, хотя бы, кто-то считает 30%, кто-то считает вообще половину надо держать, ну, тут уже дело каждого, опять же таки, чтобы не угадывать, естественно, нужно закупаться частями, усредняться и усредняться грамотно, они как большинство делают, крипта там упала на 10%, они на пол депозита закупились или на треть, и после этого жалуются, что не хватает денег. Ну, так надо же разумно распределять, как бы, включать мозги и понимать, что крипта может упасть еще и на 20, и на 15, и на 10, и ниже 10, понимаете, то есть надо распределять капитал по всем монетам и считать, сколько тебе нужно денег, сможешь ты влить еще извне, либо нет, если сможешь, окей, можно сейчас доложить больше, а если не сможешь, тогда лучше распределять из тех, что есть, вот. Естественно, не надо заигрываться в жадность, потому что большинство людей, и, в принципе, у меня такое возникает, но я умею себя контролировать, это у всех возникает, я более чем уверен, кто там будет вам пиздеть, что типа они там такие хладнокровные на все 100%, всегда возникает желание докупиться еще, всегда оно будет, то есть что типа мало, и вот это срабатывать начинает жадность, то есть это эмоции, то есть что надо еще докупиться, а можно еще, а давай еще волью там, а еще можно большим объемом зайти, а вот зайду больше, заработаю столько-то, ну это, ребята, понимаете, а если там, к примеру, у вас не будет внешнего источника дохода, но многие так не думают, многие думают, да, ебать, у меня же там всегда будут бабки, понимаете, и большинство, те, кто там думают, вот просто поголовно, блядь, они все подчистую теряют, понимаете, все подчистую абсолютно, либо остается там с меньшим количеством денег, чем могли бы они получить, поэтому это всегда так происходит, те, кто надеются, что всегда они будут зарабатывать большие бабки, либо вообще хоть что-либо зарабатывать, да, то есть они приходят по итогу к тому, блядь, что они нихера не откладывали и по итогу остались с голой задницей, И почему так происходит? Потому что, во-первых, не откладывали, во-вторых, надеялись на случай, что типа вот я всегда буду зарабатывать. Ребята, да не будет такого всегда, особенно в бизнесе, но не бывает такое. Любой бизнесмен, предприниматель вам это подтвердит. То есть, неважно, блогер там, то есть, всегда. Может быть голяк, никаких заработков. Могут быть там минуса по той же крипте, да, там в портфеле. Но, соответственно, могут не брать рекламу ни в Телеграме, ни в Ютубе там. Не у вас может производство стать там, либо еще что-то. В любом бизнесе, понимаете, может все что угодно. Могут не идти продажи, там, ваш тренд твоего бизнеса закончился, и все, и он закрылся, понимаете. И все, все абсолютно. И у тебя нет внешнего источника дохода. Что ты будешь делать? И большинство людей что будут делать? Продавать, конечно же, крипту в минус. А представьте, крипту опустят хотя бы на те же там 15 тысяч, понимаете, для начала. А если ниже десятки? Да большинство охеряют, понимаете. И вообще говорят, что сейчас типа самая продолжительная медвежка у нас. Ну, давайте посмотрим. В принципе, у нас, если посмотреть, что сейчас идет медвежка, да. Ну, давайте глянем, если... Вообще, я считаю, медвежка отсюда началась. Ну, опять же таки, если брать полностью, ну, как говорят большинство. Ну, мое мнение, медвежка началась вот отсюда. Вот. Потому что, когда мы упали ниже тридцатки, тогда это стало очевидно большинству. Ну, в принципе, медвежка, если брать полностью, да, то у нас идет уже полтора года. Если считать вообще вот это все, то мы уже идем чуть ли не третий год практически. Там, два с половиной. Имейте это в виду. До этого медвежка была не такая длинная. Давайте глянем, сколько она тут была. Вот здесь, если учесть, ну, плюс-минус такой же период, может даже чуть меньше. Если учесть еще вот этот, то, соответственно, тоже, да, почти три года. Поэтому, я не знаю. Тут мы стоим 600 дней. Тогда мы там с дампом 20-го года стояли 800 дней до Булрана. Я не знаю, кто там что жалуется. До этого люди сидели и ничего. Ну, досидели единицы, понятное дело. Потому что большинство терпения хватает на два месяца, а то и две недели. Вот. Поэтому удивляться нечего. Ну, и давайте посмотрим финальные монеты и будем заканчивать. Я надеюсь, такое философское отступление было полезным. Ну, по поводу 1-инча, в принципе, консолидация наблюдается. Сейчас пытаются сбрить вниз, потому что у нас падает биток. Но, в принципе, некий такой боковик у нас на часовике образовался. По поводу Айва давайте посмотрим. То же самое. Боковик. Давайте глянем. Ада Кардана. Что у нас происходит? По монете Ака. Кстати, такой вот большой у нас подъемчик прошел. И, в принципе, кто хотел, можно было мощно на данной монете заработать как минимум уже около 3-х иксов. 3-2 даже икса. Если кто заходил с нами в закрытом клубе, мог бы офигенно зафиксироваться. Ну, а там уже дело, конечно, каждого. Потому что большинство людей не готовы ждать. И, в принципе, если вы подождали буквально там месяц, то могли уже забрать хорошенькие иксы по многим монетам. Даже там чуть меньше, около 15 иксов мы забрали по многим там монетам. Да, они были высокоисковые. Но, в принципе, можно было забрать соединительную хорошую сделку. Мы трейдингом не занимаемся. Это, естественно, инвестиции. Если бы они не выстрелили, мы бы холдили их в долгую. Поэтому я не буду вам чесать, что, типа, я там такой супертрейдер. И мы там, соответственно, вот так вот рубим капусту. Нет, некоторые монеты придется подождать до булрана. Готовы ждать там год-полтора еще хотя бы как минимум а то и два. Окей, велкам. Если нет, ну тогда делать вам нечего ни в клубе, ни в крипте. Вот, по поводу BNB. Соответственно, на текущем этапе поджатие некое. Как минимум вырисовывается шахтовая модель. Если мы не пристрелим, не соберем шахты, не закрепимся за 220, то, в принципе, дорога нам вниз обратно к 200 баксам. Ну, как мы видим, здесь выкупили раньше. Получается около, получается, 211 долларов. Поэтому имейте в виду, что, в принципе, это все возможно. И была финальная точка по одну, по BNB. Вот, по поводу эфира. Как мы видим, тоже консолидация на одном месте. Давайте глянем сервит, что у нас происходит. Многие тоже за эту монету переживали. Ну, и, в принципе, как минимум у нас вот эта шахтовая модель начинает боиться. В принципе, о чем я говорил. Поэтому монета не скам. Видно, что ее выкупают. Если бы она тупо вот так вот придурила вниз красными свечами, тогда бы это было похоже на скам. А так, на пониженном объеме, киты постепенно, беспалево, все это дело выкупают. Ну, и давайте глянем наши монеты, которые идут на опережение. Zcash Dash. Консолидация на одном месте. В принципе, тоже позитивный сигнал, что относительно, как минимум, локальное дно у нас нащупано. Давайте посмотрим, что у нас подойдет. Что то же самое. Консолидация на месте. Ну, по поводу Monero продолжает расти. В принципе, тут монета такая своеобразная, хаотичная, ходит сама по себе. По Bitcoin Cash уже неоднократно говорил, что ждут 120 долларов, а то и ниже. Сейчас заходить рановато, мое мнение. Но, если не дадут ниже, то тогда Хейн с ней. В принципе, у меня монеты есть, которые я чуть выше покупал. Поэтому холдю в долгосрок. По поводу IOS тоже стоим на одном месте. А, ну и алгоритм наш любимый. Давайте глянем, что происходит. Ну, в принципе, тоже снижение вниз. Поэтому ничего страшного в долгосрок, естественно, все эти монеты удерживаем. Поэтому, ребят, такие дела. Монеты особо не растут. А если растут, то на какие-то там плюс 50, 100% и до свидания. Поэтому никакой динамики там свыше 3х я не замечал. За редким исключением. То есть там 2, 2,5х. Ну, 3х, а потолок. Но это не бычий рынок, ребят. Это просто смех. Корм на смех, что называется. То есть 9 у нас показывает индекс страха и жадности. Доминация USDT, кстати, растет. То есть говорит о том, что киты у нас переливаются частично в стеблкоины. Да, вот по поводу доминации. Мы еще не закрыли вот здесь вот гэпчик, да. Который обязательно, я считаю, будет закрыт. Потом, соответственно, по доминации эфира. Болтаемся на одном месте. Тоже ничего интересного. Давайте глянем. Доминация BNB. Доминация BNB постепенно подрастает. Да, несмотря на то, что там вроде бы локальное снижение. Доминация у нас всех альтов. Как минимум пасти аллигатора здесь тоже не закрыты. Но я думаю, это лишь вопрос времени. Вот. Поэтому по поводу гэпа по биткоину. Я уже говорил, что здесь у нас 27200. В принципе, в ближайшее время вполне мы можем его закрыть. Как мы делали до этого. Ну, в принципе, посмотрим. У нас еще не закрыты гэпы 2900. В ближайшее время мы не закрыли его, да. Вот. По поводу, соответственно, еще 11200. 9700. Ну, суд даже не столько в гэпах, сколько у нас в той ситуации, которая была до этого. Поэтому многие недооценивают, что, в принципе, вот эта паника, которая может быть образована, она может показать очень сильную динамику. Ну, и, в принципе, вот здесь вот у нас был гэп, и который был успешно закрыт, получается, по 3800. Здесь тоже образовались у нас гэпчики. И, в принципе, в долгосрочной перспективе, я думаю, вполне возможно показать панику, ну, хотя бы на 20000, да, финальную какую-то, или 15, для того, чтобы толпа уже распорудовалась окончательно. В принципе, что она и так уже сделана. Ну, а представьте, альты упадут еще сильнее. И, в принципе, если посмотреть по капитализации, давайте глянем, без битка эфира, как минимум, пока что вот так вот мы находимся в таком клине, который может выстрелить у нас как вниз, так и вверх. Но если мы все-таки пробьем его вниз, у нас падение, как минимум, до вот здесь 170 миллиардов, а то и до 90. Вот, это говорит о том, что, в принципе, у нас снижение вполне возможно, и альта может очень жестко прохудиться. А, давайте глянем индекс доллара, что у нас по нему происходит. Продолжает расти, то есть говорит о том, что фонда у нас, по идее, должна снижаться. Но фонда консолидируется на одном месте, может даже ее и выкупят. Поэтому наблюдаем за ситуацией, посмотрим, что у нас происходит. Ну и, в принципе, ничего пока что примечательного. Боковик, унылый боковик. Ну и, в принципе, это вполне адекватно для медвежки. И, в принципе, имейте в виду, что такая ситуация может продолжаться еще хоть два года до пика бычьего рынка. Либо мы можем вот так вот постепенно, медленно расти. И, ну, опять же таки, я считаю, после того, как сильно дампанемся. Потому что, ну, сейчас оставлять вот эту ликвидность и плюс давать халяву толпе, что типа, у которого веровала, купила по 15-16 тысяч, ну, для меня как-то, не знаю, странновато. Ну, посмотрим. Опять же таки, время покажет. Я не надеюсь. Даже если я, допустим, прогадал, и это действительно было дно глобальное, то я не докупился максимум по битку и эферу. И то под вопросом. Посмотрим. Дадут, не дадут. По BNB докупился. По остальным монетам аналогично. Поэтому, ну, и рекомендации есть в закрытом клубе. Поэтому, если хотите зарабатывать в мужское адекватное сообщество, то, в принципе, welcome. И, кстати, напоминаю, что с 1 сентября уже, да, День знаний и все дела, уже будет повышение цен на 30% на закрытый клуб. Поэтому имейте в виду, успевайте. Всем удачи и всем пока.